Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас интересный формат видео. У нас будет с вами уход, направленный на увлажнение. И немножко поговорим о парфюмерии. Итак, поехали! Не знаю, как у вас, у нас до сих пор жара, но тем не менее, любая кожа, даже в жару, и даже жирная круглогодично, она нуждается в хорошем увлажнении. Однозначно. Поэтому у нас такой с вами больше вечерний уход. Ну, или если у вас уже прохладно, то, конечно, дневной. Что мы с вами делаем? Мы с вами сейчас будем очищать кожу. После последнего ролика про заказ-рандеву, у меня там была пенка Аравия, девочки просили на неё отзыв. Поэтому будем сейчас пользоваться с ней. Я активно её пользую, как видите. Это Аравия-лаборатория с пенкой для умывания, с муцином улитки и гинко-глоба. Глобоко очищает поры, обладает противокуперозным действием, повышает иммунитет, кожа обладает антиоксидантом, не сушит, не стягивает. У Аравии, насколько я знаю, есть артикул. Но в любом случае я вам оставлю ссылочки под видео на рандеву. Я люблю этот сайт, люблю такие вещи заказывать именно там. Почему? Потому что там накопительная система скидок, там ещё за отзывы, за честные отзывы дают баллы, не только за хорошие. И за эти баллы и за накопительная система выходит, можно взять продукты, любимые, очень-очень-очень дёшево. Ещё, конечно, я вам оставляю промо-код на скидку 10% на сайте рандеву. Так, поехали. Сейчас я посмотрю артикул А010. Вообще пенка классная, мне нравится. Мы сегодня с вами капитально по Аравии пройдёмся. Я даже не буду применять сейчас мицеллярку никакую. Мы немножко с вами смочим лицо, будем снимать макияж этой пенки, потому что я уже прекрасно знаю, что она смывает. Заодно нажатие выдаёт пены много, встряхивать флакон не надо. Пенка такая мелкая, воздушная. Мне безумно нравится аромат. Он, знаете, такой фруктово-кисленький, фруктово-цветочный кисленький, очень-очень приятный. Прямо вот какое-то варенье кисленькое такое, немножко яблочное что ли. Пенка классная, пенка мягенькая. Она мне очень понравилась и очень зашла. Почему сейчас объясню? Потому что, несмотря на то, что она обладает хорошим очищающим действием, она вообще не пересушивает. После неё прям не хочется ничего наносить. То есть здесь есть компоненты, которые очень хорошо увлажняют кожу. Вообще нет никакого ощущения пересушенности, стянутости, сухости и так далее. Она очень классная. Вот одна из лучших пенок, которые я пробовала за последнее время. Я иногда пользуюсь щёточкой, но так как мы сейчас смываем с вами макияж, как следует очищаем кожу лица, а потом переходим на глазки. Хорошо очень снимает макияж. У меня никаких нареканий в этом плане к пенке нет. Можно вот так немножко постоять. Всё растворяется, всё отходит. Макияж смывается. Я опять, как всегда, ничего не вижу, но зато видите вы. Так, вроде под пальчиками уже на ресничках туши не чувствую. Погнали смывать. Кожа такая напитанная, холёная, упругая. Прям вот всё мне в этой пенке, девчонки, нравится. Кто пробовал ещё пенки от Аравии, обязательно пишите. Будем вместе, возможно, в следующий раз тестировать. Перед любым хорошим увлажнением нам в любом случае надо хорошо кожу очистить. Да, поэтому я беру ещё скаточку ICO, любимую свою, в артикуле 08.51. Мы немножечко пройдёмся. Знаете, как я люблю работать с этой скаточкой? Мы наносим её на кожу быстренько вот так. И даём, ну, буквально там 30 секундочек компонентам в этой скатке растворить загрязнение. Только 30 секундочек прошло, мы начинаем скатывать. И тогда эффект ещё лучше. Ещё лучше чистится кожа, ещё лучше чистится пора. Почему не применяла мицеллярку, хотя вас недавно учила? Я уже где-то недели три не пользуюсь кремом со SPF, и мои пятна посветлили. То ли ввиду комплексного ухода, потому что солнца всё равно было, солнца всё равно было много, да. Я просто как-то одномоментно забыла, по-моему, как раз когда мы уезжали в Алексин, я забыла взять крем с SPF, ну и не пользовалась там две недели. Ну и домой приехала, тоже не пользовалась. Смотрю, пятна бледнеют, то есть их практически не видно. Вот здесь практически не видно, здесь прям совсем чуть и над губой. Они побледнели, может быть, из-за комплексного ухода, из-за масочек против пигментации кремушков, которые мы с вами тестировали вполне, может быть, из-за этого. А может быть, я не знаю, может быть, солнце менее агрессивным стало, хотя я сомневаюсь, август всё-таки оно не очень-то и менее агрессивное. Я и по векам прохожусь с каточкой, как следует их очищаю, чтобы они тоже по массажным линиям, можно круговыми движениями, чтобы они тоже лучше впитали наше с вами последующее увлажнение. Так, носик очищаем. Все проблемные зоны, много всего скаталось. Смываем. Лицо очищено до скрипа, что будем делать с вами дальше? Дальше мы будем с вами делать маску ночную восстанавливающую. Мы с вами её тестировали уже, ну, относительно давно. Это такая огромная бодия, она в артикуле А019. Она тоже есть, по-моему, на сайте Рандеву. Ночная восстанавливающая маска выводит токсины, омолаживает, придает коже сияние, питает, увлажняет, восстанавливает, улучшает цвет лица. Её можно наносить тонким слоем и не смывать. Это для сухой и очень сухой кожи. На шею декольте за один час до сна не требует смывания. Но у меня сейчас не сухая и не очень сухая кожа, и вообще мне нравится её смывать. Для жирной, проблемной, нормальной кожи наносим на лицо шею декольте, оставляем на 15-20 минут и смываем. Маска обалденная. Мы с девчонками в Телеграмме её уже обсуждали. Вот так активно я её использую, периодически. Как всегда, в нужный момент все мои кисти для нанесения масок куда-то запропали. Как всегда Кристюшка, наверное, заиграл. Будем пальцем. Ничего плохого не вижу. Она такая, знаете, йогуртообразная, но очень-очень густая. Вот видите, её даже не вытрясешь. Она прям густая, плотная. Крема йогуртообразная. Пахнет она обалденно. Тут есть лёгкий аромат чёрной смородинки. Ежевики, больше ежевики даже, наверное, да. Классно пахнет. Такая вот она плотная, плотная, плотная. Видите, можно использовать её как ночной крем. Если её использовать как ночной крем, её вообще хватит на десятилетия, мне кажется, такой банки. Я люблю использовать её больше как маску. Она очень здорово питает. Вот если у вас прям сухая кожа, возрастная, вот прям вам сюда однозначно от души рекомендую. Потому что после этой маски вообще никакой крем наносить не хочется, честно. Вообще никакой. Даже в моменты сухости кожи она обалденная. Очень хорошо питает. Шелушение на лице, если есть, убирает их. Вообще изумительно просто. Но мы с вами всё равно будем сегодня комплексный уход делать. И после масочки тоже что-то нанесём. Такие продукты я обязательно наношу на веки тонким слоем, чтобы не перегружать, не отвисало оно. Но обязательно наношу. Их тоже надо увлажнить. Морщинки – это сухость, морщинки – это залом. Их нужно вычищать и увлажнять. Тогда всё будет very good. Так. Всё. Красота. Кисточкой было бы покрасивее, поэстетичнее, но ничего страшного. Но уже главный эффект, а не эстетика. Да? Всё. Уходим 20 минут, потом к вам возвращаемся. Сложу маски. Помню, обещала вам дать тоже отзыв на эти два аромабокса, потому что они достаточно бюджетные сайты. Рандево, да? Про парные ароматы. Мы с мужем, знаете, какие распробовали. Очень хочется. Это в оригинале потом Ланвин. И ему и мне понравился Кельвин Клянь больше всего. Это 63-й аромабокс. Девочки просили отзыв. И топ-8 ароматов. Он тоже очень бюджетный. Он стоит меньше 2000 точно. И здесь я скажу, что мне больше всего понравилось. Так. Мне понравился вот этот парфюм. Я никогда не пробовала его до этого. Здесь у нас, к сожалению, без картиночек. И про карт тоже. Вот прям из этого аромабокса вот эти два аромата. Один какой-то у меня уже, видите, стырила Ксюшка. Да? Он у нас без номера, что ли? Он у нас без номера. Просто, смотрите, называется топ-8 ароматов. Это довольно бюджетный аромабокс. Для знакомства прям вот можно взять. Прошло 20 минут. Кое-где лицо съела маску. Кстати, заметьте, особенно веки. Сейчас мы будем вот таким вот спонжиком ее с лица удалять. Она хорошо смывается. Никаких нареканий в этом плане нет. Есть в ней даже некий такой элемент маслянистости. Кожа очень-очень напитана. Это чувствуется тактильно. То есть, что вот эта вот маслянистость, напитанность. Видно, что она лоснится, блестит. Да, но в хорошем смысле этого слова. Поэтому это, конечно, именно ночной продукт. И как бы вот и все, и можно идти спать. Но мы с вами еще сделаем, сделаем. Нанесем вот такой крем-концентрат для лица Мезоботокс. По распродаже, по срокам годности взяла. Надо использовать. 78-80 артикулы. И тут прям все хорошо. Я его уже тестировала. Тесерина вообще работает. Она классная. Она тоже очень хорошо увлажняет. Разглаживает мелкие мимические. Предотвращает новые. И придает естественное сияние. Это такой концентрированный кремушек. Но в то же время он достаточно легкий. Да, вот завтра кожа с утра прям будет сиять. Она прям будет сиять. Она будет супер-пупер увлажненная. Мы обязательно с вами с утра еще умоемся. И прям вот здоровый, классный вид. И все разгладится. Она тоже по ощущениям такая немножко плотненькая. Но она тем не менее очень быстро впитывается. Она почему-то мне хочется этот Мезоботокс назвать сверткой. Но нет, это крем. И причем крем концентрированный. Прям обещают нам альтернатива Мезоботоксу. И мы с вами вот такие вот очень напитанные. Очень ухоженные. Идем ложиться спать. Но не лицом в подушку, конечно, вообще такое дело. Рекомендуется за час до сна все где-то наносить. Да, вот эти все уходовые процедуры. Пока все впитается, чтобы подушечку не вытирать. Устра просыпаемся красотками, без морщинок. Свеженькими. Но на этом все, мои хорошие. Ссылочки на рандеву под видео. Промо-код под видео. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Многие могут спросить, почему после маски проигнорировала тоник, лосьон или еще так далее. Потому что вот ее достаточно. Кожу после того, как мы смываем маску, тонизировать вообще не надо. Вообще. Вот тут вот это не нужно. Вот тут вот это будет совсем лишнее. А так, если я эту масочку не делаю, конечно, у нас сами лосьон или тоник. Потом сыворотка или без сыворотки и крем. Или крем и сыворотка, или просто сыворотка. В общем, по желанию. По желанию, по потребностям кожи. Вот я каждый день смотрю, какие потребности у кожи. Такой уход выбираю. У меня нет одинакового ухода из-за дня в день. Нет. Все всегда по-разному. Теперь точно пока. Продолжение следует.